21 июня в Большом Зале Администрации города состоялось очередное заседание Общественного Совета Комсомольска-Наамурия. Председатель Общественного Совета Игорь Вячеславович Швейцов в этот раз начал заседание не совсем обычно. Эти фотографии сделал фотограф Николай Николаевич Забавников. На этом заседании его творческий труд получил заслуженную оценку. Общественный Совет решил наградить Николая Николаевича Забавникова за активную работу по реализации и сохранению исторического наследия города Комсомольска-Наамурия. Игорь Вячеславович, прошу вас приветствую. В последнее время в нашем городе большое внимание уделяется обустройству общественных пространств. Сегодня мы предлагаем наградить почетной грамотой Общественного Совета автора скульптур, незнакомка и друг, расположенных в сиреневом сквере, Забивака, мировой клубок ФИПа и недавно установленный памятник собаке Нази, Попова Евгения Александровича, скульптора за личный вклад при выражении общественных пространств возле и сомневания его привлекательного имени. Общественный Совет – это площадка, где жители города могут напрямую высказать свое мнение о тех или иных инициативах городской администрации. Законом Хабаровского края 25 октября 2017 года номер 284 Кодекс Хабаровского края в административных правонарушениях были внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 января 2018 года вступила в силу и действует на сегодняшний день статья 37.1. Данная статья предусматривает административную ответственность за нарушение правил благоустройства на территории поселений и городских округов. В этот раз обсудили доклад заместителя главы города Алексея Валерьевича Разина. В своем докладе он рассказал об изменениях в законе по ответственности за такие нарушения, как расклейка объявлений и других информационных материалов на неутвержденных для этих целей местах, помыв автомобили во дворах, парковка на пешеходной части, газонах и другие подобные нарушения. Размещение в местах застройки индивидуальными жилыми домами сырья, грунта и других материалов вне дворовой территории на срок более чем 15 дней с момента их привоза. Достаточно активную реакцию как некоторых членов совета, так и присутствующих жителей вызвало сообщение о том, что запускается сервис на базе небезызвестного мессенджера Телеграм, который позволит жителю, обнаружившему какое-либо нарушение, зафиксировать его с помощью телефона, отправить сообщение в аккаунт административного отдела, и на основании этого нарушитель будет привлечен к ответственности. Алексей Валерьевич уточнил, что сейчас этот сервис пока работает в тестовом режиме. При этом заявитель остается анагиным. Очень актуальная проблема как раз связанная с автотранспортом. Все-таки как сделать так, чтобы и пешеходам, и автомоделистам, которые проезжают к этим дворам, и автовладельцам, которые оставляют эти дворы, ну как-то все были при своих интересах. Потому что прекрасно понимают, что если сосед на соседа будут правильные бесконечно жалобы в Телеграм, а машину поставить некуда, ну как будет эта ситуация? Все равно мы не сталкиваемся с другими ситуациями. На самом деле ситуация решается на общем собрании собственников. Если собственники принимают решение, что двор будут использоваться в качестве одной большой парковки, то общим собранием жители и собственники могут принять это решение, направить данное обращение в управляющую компанию. Если бюджет дома позволяет, это можно сделать в счет текущих платежей. Если бюджет дома не позволяет, у нас город участвует в программе формирования современной городской среды, где существует возможность привлечь федеральные краевые средства, в том числе и местного бюджета, для организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. Надо совместными усилиями, не просто задать декларативный вопрос, а сказать, вот двор, прийти в администрацию, давайте подумаем, как лучше полегать. Здесь есть специалисты, есть профессионалы, здесь, в конце концов, есть подрядчики, которые эти работы выполняют. Далее был рассмотрен вопрос о представлении позиции администрации города на информационном пространстве Комсомольска-на-Амуре. По этому вопросу выступил руководитель сектора по взаимодействию с соответствием массовой информации Иван Викторович Лаврентьев. На сегодняшний день полную картину того, как выглядит Комсомольск-на-Амуре именно в зеркале общественного мнения, представить достаточно сложно, ввиду того, что на сегодняшний день отсутствует один из важнейших инструментов подготовки этой самой картины. То есть у нас систематически не проводятся социологические исследования, а это самый надежный инструмент по выявлению общественного мнения. Но если быть точнее, то на самом деле, конечно же, исследования у нас проводятся, но не проводятся по заказу правительства Хабаровского края. Есть другие механизмы, с помощью которых можно судить о общественном мнении в нашем городе. Это прежде всего, конечно же, анализ средств массовой информации, это анализ, сейчас без этого никуда, социальных сетей, в том числе и благосферы, это анализ жалоб и обращений к гражданам. Анализ общественного мнения в городе Комсомольске-на-Амуре, ну вот такие вот наиболее крупные москвы, можно обозначить следующим образом. Во-первых, чтобы я отметил, у жителей нашего города к 2015-2016 году сформировался запрос на изменение городской среды, повышение качества жизни. Значительная часть горожан на сегодняшний день видят начавшиеся изменения в городе, принимают их позитивно, очень надеются и рассчитывают на их продолжение. Особенно позитивно люди воспринимают изменения в состоянии городской среды, повышение ее комфортности. Но при этом есть значительная часть людей, которые считают, что происходящие изменения недостаточны, что они идут медленно. Наверное, понятно, очевидно. Всем нам хочется все сразу и как можно быстрее. Часть горожан не верит, что происходящие изменения надолго, и что на них полностью хватит средств и ресурсов. И есть такое мнение, что те средства, которые выделяются и направляются, их обязательно разворуют, растащат. В связи с происходящими в городе изменениями появился некий такой социальный запрос на городских активистов, людей, которые активно участвуют в общественной жизни. Это оценка именно тех источников, которые на сегодняшний день нам доступны. Здесь было предложено мониторинги проводить. Я хотел бы предложить, у нас есть кроме вашего совета общественности, есть у нас совет общественности, который проводит большую работу в сфере ЖКХ. Есть свои проблемы. Есть еще один совет общественности, есть инвалиды, у них свои проблемы. Если вы сюда выходите, то давайте как-то перед вашим заседанием вы, допустим, вы, как председатель совета городского, будете встречаться со мной, с людьми, у которых есть проблемы. Мы вас будем приглашать на заседание провинционного совета, общественного совета, который планирует работу и готовит заседание. Нормально? Да, не делаю вас, будем наносить... Безусловно, я сторонник того, чтобы мы все вместе работали. Давайте вместе работаем. На торжественном собрании в городе Хабаровске я внес предложение с трибуны двум мэрам нашего края, это мэр города Хабаровска и главе администрации города Комсомольска на море, внести мне предложение на создание пока в двух городах парков для ветеранов. Парков, хороших, настоящих парков. На торжественном собрании в честь Дня города губернатор края Вячеслав Иванович Шпорт озвучивал поручение по созданию парка для ветеранов. Мы сейчас начали заниматься. Вчера мы посмотрели с главой администрации города Комсомольское место, это парк-строитель. Мы его назовем парком для ветеранов. Вчера мы посмотрели, он предложил предложение. А дальше следующее предложение, это сделать дом культуры, который там стоит и уже не функционирует много лет. Дом для ветеранов. Будет парк для ветеранов и дом для ветеранов. На прошедшем заседании общественного совета глава города Андрей Викторович Кримов презентовал проект по этому поручению. Вот это дом строительства, вот почта Ленина, вот улица Краснояркейская. Понимаете, да? Вот и наш Агланд спортивный комплекс. Это у нас Октябрьский. Поэтому мы планируем в первую очередь на входе в парк, вот центральный вход парка. Это эстрадная площадка для таких, мы называемых, для собраний. Прыг, для встреч, поиграть, на боковочках, на балл, лагерь, и что угодно. Это хорошая территория. Вот эту зону мы выделили все-таки для спорта, учитывая, что здесь есть спортивный объект, здесь уже есть в клавике открытые сооружения спортивные, поэтому эту зону можно отдать для развития спорта. Большое внимание мы уделили мне пешеходной активной зоне. Вот эта вся огромнейшая территория, она будет проходить с овейками, с лавочками, с местами, где можно и мамочка погулять, погулять с колясками, и, в общем-то, и посидеть. И есть такая зона дикого отдыха, она примыкает к гостинице. Ну, это тоже для всех, и для гостей нашего города в том числе, и для всех жителей. Это тихая зона, здесь не будет никаких там развлечений. Развлечений все-таки мы предлагаем сделать в зону традиционного ближе к детскому городку. Опять же, это наша концепция. Это я не говорю, что это будет именно так. Мы это оставляем на обсуждение. Поэтому такая, здесь и концепция предварительно принимается, что на этом именно участке, под состоителю, должен купать ветеран. Можете поднять все руки, мы это запишем в протокол. Так есть возражение, будем так. Кто-то возражает, никто не возражает. Нам нужно двигаться уже. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ